Разберемся с целыми частями кратных некоторого нерационального числа. Только для простоты давайте сейчас считать, что у нас число α не только нерациональное, но и положительное. И рассмотрим не дробные части, как положено в тяге Вейля, а рассмотрим целые части. Берем последовательность, н член которой задан формулой. Целая часть н α. Понятно, что если α будет меньше единицы, то у этой последовательности будет очень много... То есть все нормальные числа будут ее членами, а некоторые по несколько раз. А вот что будет, если α будет даже не больше нуля, а больше единицы? Тогда через некоторые числа эта последовательность будет перепрыгивать. Если дверь теорему Вейля, то она будет достаточно случайно распределена в дробная часть. И, соответственно, бывают будут ситуации, когда будет прыгать целиком через отрезок длины 1. Таким образом, не все правильные числа будут представимы таким образом. Ну, замечательно. А мы возьмем еще одно число β, которое тоже иеррациональное, и которое тоже больше единицы. И рассмотрим последовательность Bn. Это целая часть βm. Опять, здесь n было любым натуральным числом, и здесь m тоже самое будет. Так вот, теорема, которая была доказана в середине XII века, и с тех пор ее не один раз придумывали заново, и каждый раз придумавший был абсолютно счастлив, гласит следующее, что если вы рассматриваете множество таких чисел и множество таких чисел, то объединением, причем объединением без пересечений, является натуральный ряд тогда и только тогда, когда одна альфовая плюс одна бетовая – это единица. Итак, в чем состоит теория? Реенство 1 альфовая плюс одна бетовая – это единица выполняется тогда и только тогда, когда для любого натурального числа k выполнено одно из последующих условий. или существует такое n, что k – это целая часть n альфа, или существует такое m, что k равняется целой часть n альфа, но не одновременно. То есть обязательно, а то здесь равенство, обязательно выполняется, но не бывает так, что выполнялись у. Я не знаю, мне очень нравится эта теорема. Давайте, давайте поймем, как она может быть доказана совсем просто. То есть, в принципе, у нее есть доказательства и, что здесь, на одну страничку, это если вы просто аккуратно будете думать, а что значит, что число k непредстоимо в таком виде? Это значит, что мы шли-шли-шли-шли-шли-гайфа альфа и потом перепрыгнули, да? А что значит не предстоит в таком виде? Значит, шли-шли-шли и потом перепрыгнули. Запишите специальные прыжки и получите противоречие. В свое время в «Кванте» была статья Бообабова, это такой мыпседоним, где все это было хорошо подробно написано. Она называлась как-то так, «Пентиум, хорошо, а лучше, как такое название, что вы хотите найдете». Но сейчас я не хочу рассказывать то доказательство, а там было несколько доказательств лицевой теоремы, в том числе с карточки, с сопроведением прямой, тоже очень симпатичная. А расскажу, что называется третье, которое тоже там было, очень-очень короткое, и в книжке «Кнут» оно тоже есть, оно действительно очень короткое и этим впечатляет. Ребята, а давайте задать себе такой вопрос. Берем отрезок напрямую от единицы до некоторого числа «Канта». И поставим, я не знаю, нолики у чисел вот такого. Поставим крестники у чисел вот такого. И посчитаем, сколько на этом отрезке и ноликов, и крестиков. Причем, если куда-то поставлены крестик и нолик, то будем считать их в два раза. Итак, первое, что мы делаем. Сколько существует таких чисел n, что целая часть n альфа меньше или равна а? Второй вопрос. Сколько существует таких m, что целая часть m бета не превосходит Канта? И найдем сумму. Тогда мы узнаем, сколько на этом отрезке стоит и ноликов и крестиков. Ну, давайте разбираться. Вообще, что значит, что целая часть не превосходит Канта? Ну, очень просто. Это то же самое, взять и целых частей. Что n альфа меньше, чем Канта? А это, что m бета меньше, чем Канта? Замечательно. Делим здесь на альфа обе части, здесь на бета. Получаем такое неравенство. n меньше, чем Канта плюс 1 разделить на альфа, а m меньше, чем Канта плюс 1 разделить на бета. Замечательно. Сколько существует таких нитуральных чисел? Это очень просто. Их ровно столько, какова целая часть вот этого числа. Потому что то, что n меньше какого-то числа, это то же самое, что n меньше или равно целой части. А это что значит? Таких чисел сколько? Очень просто, опять-таки, ставить знак целой части, имеем право. Значит, количество ноликов и крестиков вместе, это очень просто. Это нужно К плюс 1 разделить на альфа, взять целую часть. И К плюс 1 разделить на бета. И взять целую часть. И вот то, что здесь написано, что для любого натурального числа К ровно одно из этих районов выполняется, означает, на самом деле, если подумать, что вот эта сумма в точность равна К для любого числа К. Итак, я должен сейчас доказать, что сумма обратных величин чисел альфа и бета равна единице, тогда и только тогда, когда для любого числа К выполнена такой равенство. Ну, здесь довольно просто понять, почему же должна быть вот эта сумма равна единице, если так всегда. Смотрите, если вы возьмете, что называется, большое-небольшое число К, то все упрется в то, что просто вот эта личная, это более-менее одна альфа В от К, а это более-менее одна бета В от К. Ну, и значит, должно быть. И вот, чтобы это превратить в строгие неравенства, смотрите, целая часть, она всегда не больше самого числа и не меньше, чем само число минус один. Поэтому вот это вот неравенство можно переписать следующим образом. К меньше или равно, чем К плюс один делить на альфа плюс К плюс один делить на бета, ну, если честно, даже меньше, потому что альфа иррациональная, поэтому здесь иррациональная число стоит, да, вот, и у него целая часть не равна ему. Вот, но это не так важно в данном случае. А важно, что оно больше или равно, чем К плюс один делить на альфа плюс К плюс один делить на бета на минус два, потому что уж больше, чем на единицу, целая часть никогда не ошибается. Замечательно, поделим обе части на К и получим здесь единица меньше или равна, чем одна альфа В плюс одна бета плюс величина, стремящаяся к нулю, при К стремящемся к бесконечности. Вот, ну и здесь то же самое. Здесь будет та же самая одна альфа В плюс одна бета. В плюс величина, стремящаяся к бесконечности, потому что две К, одна К, одна х, бета, это все стремится, не к цели к нулю, при стремлении К к бесконечности, вот это вот все стремится к нулю, и значит, у нас получается, что единственная возможность, что одна альфа в группе сада бета равна единице. То есть, в одну сторону мы уже доказали. Слева получилось вот это вот равенство, предположение, что справа все хорошо. Ну, это даже немножко скучно. Это поле не было понятно сначала, что примерно с такой плотностью идет одна последовательность, примерно с такой плотностью идет другая, значит, конечно, должно было быть так. А вот намного симпатичнее, насколько быстро все доказывается, наоборот, если мы знаем, что одна альфа в группе с одного бета равна единице. Ведь смотрите, мы хотим узнать верно такое равенство при любом К или Н. Что мы можем сказать? Мы можем сказать, что если убрать знания трогных частей, то у нас будет, смотрите, какое равенство. К плюс один разделить на альфа, плюс К плюс один разделить на бета, это К плюс один. А теперь говорим, что вот эти числа целые. И они отличаются от вот этих, каждая меньше, чем на единицу. И при этом сумма этих, это тоже целое число. Но вот интересно, у нас были какие-то числа, сумма у них была целым числом К плюс один. Мы одно слагаемое уменьшили, не меньше, чем на единицу. И другое слагаемое уменьшили, меньше, чем на единицу. И получилась целая сумма. Ну, понятно, что мы уменьшили в сумме меньше, чем на два, и поэтому не могло получиться К минус один или меньше. Значит, получилось К. Иди вы поняли? Батарея. Нужно просто посмотреть на равенство. Вот мы знаем, что альфа число иррациональное, бета число иррациональное. Мы говорим, что это означает, что число К плюс один делить на альфа не имеет права быть целым. Потому что, когда целое, ну, правильное число К плюс один делишь на альфа, не получается никогда целое число. Просто из иррациональности альфа. Значит, при отбрасывании на целой части у нас произошло увеличение этого числа. Но увеличение произошло меньше, чем на единицу. Потому что число от своей целой части всегда отличается меньше, чем на единицу. Точно так же. Когда вы здесь отбросили, то у вас увеличилось, но опять меньше, чем на единицу. Но при этом сумма целых частей это целое число. Вот это целое число возросло два раза. Каждый раз меньше, чем на единицу. И стало равно какну с этим. Понятно? Знаешь, на куда он возрастал? Только с числа К. Потому что общий рост меньше, чем на Кубик. Но он был. Потому что вот это число не целое. Оно не равно ни своей целой части. Понять не стало? Понять не стало. Понять не стало.